Здравствуйте, дети! Сегодня к нам на занятие пришёл ёжик. Посмотрите, какой интересный ёжик. Вот он какой хитренький, очень интересный. Вот ещё какие ежата к нам пришли. Ребята, вот тема нашего занятия – ёж. А вы знаете, кто такой ёж? Цветок это или кушать можно? Правильно! Это дикое животное. Живёт ёжик в лесу, живут в норках, семьями живут. Питаются они, конечно, что они найдут в лесу. Это и ягоды, грибы, и мышек они тоже кушают, и молоко любят, если их кто-то угостит. Они иногда забегают на дачные участки. И знаете, если есть ёжик где-то, не гоните его. Значит, он вам всех мышек ловит. Вот какой ёжик. А какая у него замечательная черта есть? Я, ребята, вам рассказывала. Лисичка очень любит ёжиков. Полакомится ёжиком. Это и съесть ёжика – это деликатес для лисы. Она этого ёжика начинает гнать к ручью. А ёжик в это время что делает? Он сворачивается клубочком. Он весь такой колючий. Лиса до него дотронуться не может. А лиса хитрая. А когда она была нехитрая? Она его носиком, своими лапками и хвостиком, всё к воде, к воде. А в воде ёжик расправляется. Он же начинает плыть, чтобы не утонуть. И лиса думает, что его схватит. Но ёжик очень хитренький. Он тоже может очень правильно поступить, этот ёжик. Он снова сворачивается в клубочек и снова катится. Вот какой ёжик интересный, замечательный. Любит ёжик молоко, любит очень кашки разные, любит яблочки. Яблочки он очень хорошо носит на своих колючках. Наберёт, вот как он на колючках яблоки-то носит, вы не знаете? А вот как он яблоки увидит, спинкой ляжет, приколит их все на свои колючки. И понёс к себе в норку, вот, угощать своих родственников. Также и грибы он может носить на своих колючках. А это, знаете, я вам для чего рассказываю? Что вы можете ёжик это слепить и с грибочками на спине, и с яблочками. Вы уже решите сами, ребята, как вы будете лепить. Но ёжика мы можем слепить как плоскостного, так и объёмного. Видите, какие объёмные ёжики. Но объёмного лепить сложнее, знаете, почему? Мы сейчас слепим с вами объёмного ёжика. То, что нужно обязательно, чтобы ёжик просох. Он дольше просто сохнуть будет. Для работы мы будем использовать сегодня и ножницы, лоскуточки, ниточки разные. Ну и нам, конечно, нужно будет рабочее место. Обязательно нужно будет солёное тесто. Можно цветное тесто использовать. Ребята, вот как мы будем сегодня с вами работать. Но вы спросите разрешение у родителей. Обязательно возьмите ёмкость для того, чтобы замесить тесто. Вот. И родителям, конечно, я очень благодарна. Они всегда идут навстречу, всегда помогают своим детям. Между родителями и детьми всегда хорошее взаимопонимание. Спасибо вам, родители, большое. Ну вот, ребята, одели фартуки на рукавники. Тесто мы сейчас будем замешивать. Взяли два стакана муки, стакан соли, стакан воды и замесили тесто. Вот у нас получилось какое чудесное тесто. Вот мы его с вами замесили. Оно не липнет к рукам. Оно очень хорошо. Видите, какое лепится, пластичное тесто. Вот, тесто мы замесили. Рабочее место приготовили. Для работы сегодня нам понадобится цветное тесто, стеки, клей, краски, бумага, дощечки. Понадобятся ножницы, клубочек. Еще раз повторяю, какой из ниточек цветных. Лоскуточки какие-то, если мы будем создавать полянку. Вот, все мы с вами приготовили. Вспомнили технику безопасности, что стек мы передаем тупым концом. Ножницы тоже передаем тупым концом друг другу. Тесто соленое кушать нельзя. Пользуемся влажными салфеточками. Вот они, по мере надобности. Ну все, ребята, мы тесто сделали. Рабочее место приготовили. Тесто приготовлено. Можно сейчас нам с вами начинать работать. Вот давайте подумаем. Или мы будем с вами просто лепить объемных ежиков, или слепим плоскостного ежика. Давайте попробуем. И объемного ежика слепим. Возьмем небольшой кусочек теста. Разминаем. Расплющивание. Расплющиваем. Вот формируем нашего ежика. Вот он, какой ежик получился. Вот такой красивый, интересный ежик. Мы можем взять ножницы. И с помощью ножниц сделать ему вот такие вот колючки. Вот у нас какой ежик получился. С какими колючками. Какой интересный ежик. Видите? Но ему нужно будет дать обязательно подсохнуть. И тогда у него все это будет выглядеть по-другому. Вот глаза у него, конечно, черные, бусинки. Вот мы сделали глазки. Вот у нас какой ежик получился. Носик тоже черненький. Мы можем сделать бусинку. Можем взять и маленький кусочек теста. Просто прикрепить к ежику, к его носику. Вот взяли, прикрепили. Вот у нас такой ежик чудесный и получился. Кисточку кладем на салфетку, не забываем. Вот мы сделали с вами объемного ежика. А сейчас мы будем делать, ребята, с вами плоскостного ежика. Берем кусочек теста, разминаем, расплющиваем. И формируем также силуэт ежика. Мы можем делать это по шаблону. Можем делать сами, на глаз. Если что-то не нравится, еще переделываем, раскатываем, расплющиваем. Вот у нас получился образ интересного, красивого ежика. Вот какой ежик у нас получился. Интересный такой. Посмотрите. Если нам нравится эта поделка, мы берем клей и приклеиваем, чтобы наша поделка не отпала. Приклеили. Вот хорошо все получилось. Молодцы. Берем тупой конец и вот так сделали глаз. Также сделали на носике углубления. Мы можем колючки сделать в виде семечек. Мы можем колючки сделать также ножницами. Берем ножницами, вот так все подрезаем. Вот как у нас красиво, аккуратно все получилось. Вот такой красивый, интересный ежик у нас получился. Посмотрите, посмотрите, ребята. Вот потом все подсохнет, мы подкрасим. Но мы сейчас должны создать полянку, на которой ежик как бы у нас бегает, играет. Мы можем создать эту полянку из лоскуточков. Можем взять такой лоскуточек, можем такой взять. Можем вот взять такие лоскуточки, ниточки зеленые. И мы подклеиваем. Вот у нас какая дорожка получится у ежика. Берем клей и с помощью клея все закрепляем. Промазываем, аккуратненько делаем. Ежик же не в воздухе у нас летает. Конечно, он у нас ползет, ходит или ползает, или бегает по полянке. И аккуратненько мы можем и нарисовать что-то. Вот приклеили такую вот полосочку. Вот у нас получается так. Если что-то лишнее, значит мы берем ножницы и все это убираем, отрезаем. Или просто здесь подклеиваем. В данном случае мы убрали. Нам это не пригодится. Вот уже такая вот поляночка. Сейчас мы эту полянку будем украшать. Возьмем ниточки зеленые. Также с помощью ножниц все подрезаем. И вот приклеиваем зеленую травку. Конечно, по одной земле он ведь не ходит, ежик у нас. Вот не гуляет. Мы приклеили еще травку. А потом с помощью кисточки мы еще с вами и нарисуем. Какие-то цветочки, травки. Берем еще также небольшой кусочек. Также подклеиваем. Берем эту ниточку. Если есть у нас какие-то цветные ленточки, мы цветные ленточки можем подклеить. Вот у нас такая поделка с вами получилась. Чтобы ежику не было скучно, мы можем еще одного ежика сделать. Также можно взять кусочек теста, слепить, сформировать силуэт ежика. Взяли, раскатали. Вот у нас как получается. Ну вот, еще ежик у нас где-то один там спрятался. Идет и один, и второй. И вот они какие все ежики. Маленькие, красивые, очень умные, интересные. Также с помощью ножниц делаем колючки. Сейчас мы нашей работе дадим подсохнуть, а потом будем все раскрашивать. Ребята, сегодня мы на занятии делали ежат. У нас тема занятия была еж. Вот, посмотрите. Работа у нас уже как бы это сделана. Но мы с вами еще будем продолжать делать. Данную работу нужно будет подсушить, раскрасить. Вы молодцы, ребята. Старались, все делали. Выполняли аккуратно. Спасибо вашим родителям за помощь в занятии. Вот, работы мы доделаем. А потом вы, ребята, пошлите мне на сайт дворца. Потому что работы я отправляю на выставку. И потом вам приходят дипломы. Вот, ребята, как. Не забывайте, что мы все равно с вами работаем. Стараемся. Молодцы, ребятки. Спасибо за все. До свидания.